Добрый день, друзья! Три года назад, 20 октября 2020 года, остановилось сердце легенды советского кинематографа одной из самых красивых женщин нашего кино, Ирины Скопцевой. Незадолго до её смерти я приезжал к ней в гости. Ну что значит я приезжал? Съёмочная группа. Съёмочная группа проекта «Телеканал России» — семейный альбом. Был такой проект, мы гостили у знаменитостей, воскресно в завтраке. Она жила на даче Скопцева. На этой трапезе присутствовал её внук Константин Крюков и сын Фёдор Бондарчук. Ещё раз она умерла 20 октября 2020 года. В этот же день, 20 октября, умер и Сергей Бондарчук, её муж. Но она пережила его на 26 лет. Мы об этом не говорили. Так же, как не говорили о смерти её дочери. Там тяжёлая история с онкологией была у Алены Бондарчук. Потому что формат передачи подразумевает, в общем, такой светский трёп. Это семейный воскресный завтрак. То есть, для домохозяек, которые занимаются в это время детишками. Ничего тяжёлого, ничего связанного, конечно, с политикой. Хотя, было бы там интересно, конечно, затронуть тему настроений в этой семье. Потому что советская богема и кинематографисты, в том числе, они всегда это фронда всегда была. Было бы интересно знать, какие были настроения в семье Бондарчука, Сергея, который был, в общем-то, таким деятелем заслуженным и властью обласканным. Но, повторю, об этом мы не говорили. А о чём мы говорили, вы сможете составить представление, послушав небольшой фрагмент, который я оставлю здесь. Для того, чтобы напомнить про день памяти Скопцевой Ирины. Я хочу сказать, что для нашей семьи мы можем о всём говорить. О хулиганстве. У нас, главным образом, была работа. Нерв, мозгов, эмоции. Всё было подчинено работе. Поэтому и Бондарчук есть Бондарчук, и клан Бондарчуковский есть кланом Бондарчуковским. Что бы ни говорили, что бы ни переписывали, что бы ни говорили, баловень судьбы. Это, знаешь, ведь завидует истинному таланту. А истинный талант – это всегда великий труд. Я пошёл тогда, мамушка. Это финал, звучат фамфары, большой оркестр. И я пошёл. Целую ручку. Пока. Смотрите далее. Понравился ли Ирине Скопцевой сюрприз от Фёдора и Алёны? Ну, скандал был большой. Какие фотографии стали сюрпризом для Фёдора? А как вы это сделали? И на ком в этом доме всё хозяйство? Федя вычёсывает траву, как ни один человек. Почему тебе всё надо рассказать? Кстати, легенда гласит, что вы с сестрой любили похулиганить и подкладывали букеты, которые дарили Ирише. О, это страшная история была. Ирише, бумажки! Это было записки какие-то. Это было один раз. А один раз всё было? То есть это не система? Ну, скандал был большой. Дайте, милость, ты не христорат. Пойди прочь. Не велено говорить с заключёнными. Пойди, старик. Я беднее тебя. Ты на воле. Брат и сестра. Бедные дети. Что пташки в клетке? Во-первых, мотивацию хотелось бы понять. Ну, мотивация хулиганства. Так, чистые люди, да? Ну, как ты видишь, что... Я ни разу не видел, чтобы родители ссорились или повышали голос. Я не помню. Вот шёл сюда. А манесюры исполнили. Ни разу. И ни разу не помню, чтобы они были не вместе. Они вдвоём всё время. Ну, наверное, от этого как-то пошутить. А чья идея была? Аленой или вашей? Ну, наверное, Аленой. Она постарше меня на 5 лет. Мы в букет, который мама принесла, в один из букетов, мы положили записочку там от Ивана Ивановича. Ну, и потом это всё взорвалось. Ну, ещё как-то помогли папе Сергею Фёдоровичу, чтобы он увидел эту записочку. Ну, мы не ожидали, так сказать, такого. Сами испугались тут же. Сказали, что это наша шутка. Пошутили. Ну, то есть ревнивый был. Да. Действительно от Эвла, да? Ну, да. Вот я это видел. Один раз. Больше не шутил. Платок, что я любил и дал тебе, дала ты кольцо. Нет, клянусь я жизни. Я видел сам платок в его руках. Значит, он нашёл. Платка я не дала. За ним пошлите. Пусть правду скажут. Он уже сказал. А вы ревновали мужем? Нет. То есть настолько уверены всегда в своей красоте и в своей воле, что никогда не возникало? Последний конец фразы ко мне не относится. Я не знаю, у нас были такие взаимоотношения, что мы как одно целое были. Сергей Фёдорович, когда приступил к войне и миру, сказал, что... А тут родилась Алёнка. Он мне говорит, я снимаю картину, а ты всё остальное. Ко всему остальному относилось то, что тут же в первые дни съёмок Бонни говорит, Ир, подготовь мне салон Элен. Актрисы пять народных. Конечно, они приходили, смотрели на меня как на ученицу, а теперь вдруг жена режиссёра. И мы так всё сорганизовали. Правда, помогла мне и баба Маня, и баба Юля. Мы напекли пирожков, всё вымоли... Это мама, и бабушка, и прабабарушка. Вымоли гримерную, наставили цветов. И три дня мои актрисы наслаждались тем, что была... Действительно, понимаешь, мы к концу съёмки, наверное, тоже будем очень по-другому относиться, не так, как когда вы пришли. Понимаешь? И вот такие задания давала, что, конечно, нужно было вертеться. Вы вот себя ощущали в этот момент партнёром или исполнителем? Да всем. Я и чтобы белая рубашка была, я и чтобы я текст знала, и чтобы хорошо выглядела. Да нет, ну, у нас была дружная семья. Очень дружная, очень понимающая, очень творческая. У меня перед глазами, когда я смотрю на вас, на заднем плане вот кресло, в котором я прям вас вижу. Вы ведь, наверное, это ваше кресло, нет? Рассказываю. Наверное, ты тоже не знаешь про это. Конечно, откуда же я не знаю. Я-то точно не знаю. Вот расскажи. Я не буду ничего рассказывать. А-а-а, я-то не знаю. Вот когда Бондарчук давал мне задание, ты должна сделать то-то, ты должна мне помочь, ты должна организовать народных, а народные же мои в прошлом учителя. Пригласили двух женщин, актрису Ирину Фёдоровну Шаляпину. И другую фамилию не буду называть, она связана с Ибинем Маяковским и с трагедиями. И Ирина Фёдоровна приходила, пила с нами чай, а потом отвела меня в коридор и говорит, Ирочка, я хочу вам подарок сделать. Только вы не обижайтесь на этот подарок. Я говорю, какой? У меня есть папина рухлядь, кресло. Там кроме остова, стальных пружин и конского волоса, больше ничего нет. Я отреставрировала это кресло. И оно стоит, сколько мы здесь живем, столько оно стоит у нас. И я говорю, это шаляпинское кресло. И потом после съемки предлагаю вам посидеть в нем. Вы поймете, какая идет от него энергия. А как актер вам нравится Бондарчук? Видя? Да. Я его обожаю. Вы его обожаете больше как режиссера или как актера? Бог дал Бондарчуку-старшему и Бондарчуку глаза такие. Ты думаешь о том, что сейчас и поесть, а в глазах у тебя вселенная. Вот отсюда это просвечивается. Стоило вам приехать сюда, чтобы я это наконец-то услышал. Здесь вам не учебка, здесь война. Здесь двойки не ставят, здесь убивают. Забрать говно это! Воробьев! Сменишь его!